Всем привет, дорогие друзья! Бывали ли когда-нибудь вы в такой ситуации, когда вам сообщают какую-то новость, хорошую или плохую, а вы теряетесь и такие «эээ... окей... гуд...» Да, и не знаете, как среагировать, как человеку посочувствовать или порадоваться за него. Если это про вас, это видео специально для вас. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English Life. Поехали! Итак, дорогие друзья, сначала с вами начнём реагировать на хорошие новости. К примеру, ваша лучшая подруга сообщает вам «I'm pregnant!» Это замечательная новость, вы хотите за неё порадоваться, и тогда вы можете ответить ей «Really? Congratulations!» И можете даже задать вопрос «When is the baby due?» То есть «Серьёзно поздравляю! На каком ты сроке?» Вообще в английском языке, когда вы спрашиваете «На каком вы сроке?» Это тоже вполне себе нормальный вопрос, ничего здесь такого криминального нету, только этот вопрос будет звучать «When is the baby due?» То есть дословно, если его перевести «Когда ребёнок родится?» То есть они спрашивают о дате рождения, ну, о месяце рождения, в то время, как мы о сроке спрашиваем. Вот, и заметьте, когда... Вот мы сейчас тоже это разберём, посмотрим, но хочу подчеркнуть, когда вот вы отвечаете с энтузиазмом, когда вы радуетесь за человека, у нас интонация в этих комментариях будет идти вверх. То есть «Really? Really? Congratulations!» Да, вот как бы и чуть-чуть вы даже можете голос писклявий делать, да. «Really? Congratulations! When is the baby due?» Да, вы радуетесь за человека. Дальше, например, друг вам говорит, что он едет учиться в Великобританию, да. «I'm going to study in the UK!» И это тоже замечательная новость, вы можете ему сказать «Wow! That's great!» Да. Ого! Как замечательно! «Wow! That's great!» Или можно его похвалить, да. «Well done!» Молодец! Или «Good job!» Да, отличная работа тоже, молодец! И можете ему тоже, да, чтобы у вас диалог не замирал, да, спросить там, насколько ты едешь, допустим, да. «How long are you going to stay there for?» Да. Насколько ты едешь? «How long are you going to stay there?» Или можно тоже сказать «I'm so happy for you!» «I'm so happy for you!» Да, я так счастлив, я так рад за тебя! Или, допустим, говорят вам то, что сдали экзамены, да. «I've passed all my exams with flying colors!» Да, я всё сдала прям на высший балл, на пятёрке. Прям я супермолодец! Опять же, можно сказать «Great job!» «Good job!» «Well done!» «Congratulations!» «You rock!» Да, ты рулишь, вообще супермолодец! Или, конечно же, можно сказать, да, если вы действительно гордитесь человеком, да, опять же, отвечая на вот такие вещи, когда кто-то куда-то поступает, что-то задаёт, какой-то успех идёт, да, можно сказать «I'm so proud of you!» Да, я так тобой горжусь! «I'm so proud of you!» Едем дальше! И, конечно же, частенько в нашей жизни мы слышим какие-то шокирующие новости, да, и на это тоже нужно реагировать. Допустим, Джон и Мэри встречались долго, хотели пожениться, но тут они расстаются, и вам ваш друг сообщает, да, «John and Mary are splitting up!» Да, они расстаются, и вы не можете в это поверить, и можете ответить «No way!» «No way!» Да, как так? Это вообще невозможно! Или «You must be joking!» «You must be joking!» Да, должно быть, ты шутишь! Или «You must be kidding!» То же самое, да, «Joking, kidding!» Это синонимы, можете употреблять какой угодно. Да, опять же, у нас интонация идёт вверх, потому что мы удивляемся, да, «You must be joking!» «No way!» Или можно тоже сказать, что вы, ну, не верите в это, да, «I find it hard to believe!» Да, я нахожу очень трудным поверить в это, то есть трудно поверить на ужасные ситуации. Вот, и, конечно же, мы можем получать плохие новости, я вам желаю их получать как можно реже, но всё-таки нужно тоже на них уметь реагировать. Допустим, вам ваш друг говорит, ну, или кто-то, неважно, «I lost my wallet!» Да, «Я потерял свой кошелёк!» Ужас, да, и вы ему отвечаете «Oh, no! What a pain!» «Oh, no! What a pain!» Смотрите, здесь у нас интонация уже идёт вниз. Да, вы сочувствуете человеку. «Oh, no! What a pain!» «Oh, no! What a pain!» Да, «О, нет!» Какая боль, какая досада! «What a pain!» Или, например, вы пригласили куда-то своего друга или, опять же, кого угодно, неважно, да, и он вам говорит, что, «Блин, я так устал, не могу сегодня никуда идти!» Конечно, вас это расстраивает. Вы можете ему сказать, «Oh, what a shame!» «What a shame!» Да, «О, какая жалость!» Как жаль! Тоже хочу заметить здесь вот насчёт «What a shame!» Есть, наверняка вы знаете такое выражение, как «What a pity!» Да, но оно немножко уже устарело, его используют крайне редко, да, поэтому предпочтительнее использовать в разговорной речи «What a shame!» Опять же, не забывайте про интонацию, она у нас падает. Дальше, например, у вас болеет какой-то близкий человек, да, не будем здесь уточнять, да, кто-то болеет, кому-то не очень хорошо, и вы тоже хотите посочувствовать, вы можете сказать, «Oh, no!» «I'm really sorry!» Да, «О, нет!» «Мне очень жаль!» «I'm really sorry!» Да, не забывайте про интонацию. Или можно тоже употребить такую фразу, как «I feel for you!» «I feel for you!» Да тоже, «Я тебе сочувствую!» «I feel for you!» Вот, в принципе, и всё. Все фразы, которые я вам хотела сегодня рассказать. Реагируйте на новости, не будьте роботом! Да, надеюсь, что вы будете получать больше хороших новостей. Желаю вам успехов and see you very soon! It's a party animal It's a party animal It's a party animal You'll never let you go Take a roll across and ride Along the way No wonder You'll never let you go